У тебя отдельный столик не имеешь? Порву. Я это в районе сидели на столик. Что? Это постоянная служба работающая? Да. Порву. Знаешь, что мы можем так задевать? Мы можем этот чуть-чуть подвинуть. И доставить так. Короче, тут я свою штуку. Вспышка не нужна? Вспышка не нужна? Ну-ка, что? Ну, там как-то принять, а поставить музыку? Или он разрядится? А, нет интернета? Очень нет. Нет. Нет, что делать? Нет. Нет? Нет. Продолжение следует... 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 Дорогие гости и участники конференции РХАП-2016, наши онлайн-зрители, мы сейчас трансфируемся в прямом эфире на канале YouTube. Это мероприятие мы проводим в Новгороде в первый раз. Оно посвящено реабилитации функций организма человека и его поддержания в эффективном и максимально комфортном состоянии долгие годы. Меня зовут Сидоренко Павел, директор рекламного агентства «Промоушн Групп». Нашей семье около трех лет назад случилось печать, и, к сожалению, пришлось пройти много этапов реабилитации. Сейчас мы также продолжаем идти по этому пути. Нужно по этому пути всегда верить, и результаты будут. На этом пути я познакомился с великолепными людьми, с большинством из которых вы познакомитесь сейчас. Они представят свои технологии и методики восстановления, которые помогают. Позвольте открыть нашу конференцию и предоставить наших участников и партнеров, благодаря которым она состоялась. Сегодня нас ждут семь выступлений и несколько мастер-классов, в течение этого, в которых вы можете поучаствовать, все присутствующие, и даже онлайн. Наши мероприятия направлены на пациентов, нуждающихся в реабилитации, иные родственников, ответят на некоторые вопросы. Особую благодарность я хочу выразить выставочному центру молодежиства, который уже неоградно и гостеприимно приведет у нас на данный момент в рамках медицинской выставки «Молодмедицин» и «Молоден-2016». Наши участники – председатель комиссии конференции и кинотеатриотерапевт в высшей категории директора «Кинета Плюс» Владимир Владимировича. Секретарь Каталина Лунгу, наш друг, сведущий, который постоянно поддерживает. Спасибо. Организатор «Идейный вдохновитель» – это наш рекламное место «Промоушн-групп». Организатор «Кинета Плюс» – это кинотеатерапия, массаж, логиги, я своими словами постарался передать. Участники «Витофарм» – это фармацевтическая компания, производящая в том числе уникальное лекарство для восстановления функций мозга. Это лекарство, которое в самом деле работает, а не зеленый, с вывода год немножко позже. Озонис – это центр здравления, азонотерапии и постмолефтингом. К сожалению, они не смогут присутствовать, должна была выступать Валерия Кувак, но в ее семье не запланировано вчера дело лекарство, поэтому они не смогли попритеть. Кинета ТЭР – это кинета ТЭП для заботы о вашем теле и мышцах. ТЧМД – китайская дыхательная гимнастика на службе оздоровления и реабилитации, дает великолепные результаты. Центр традиционной китайской медицины, открыт при поддержке правительства Китая в МОЛДЭ. В нем на данный момент работают китайские профессоры восточной медицине и благоустройстве. Мы выражаем всю благодарность нашим информационным партнерам. Портал Комсомольской правды – КПМД. Информационный портал – НОМД, ПОНДМД, ОМОДОМД, ОФАНМД, ГООСМД, РЕАЛИТАТИМД, КАМКАНМД, МАНАМД. Телевизионному каналу РТР МОЛДОВА, рекламного агентства «Стандарт», журналу «Сенитати», компанией «Промисс Консалт», компанией «Про розвью фильтрованной воды» из лениплых автоматов «Аквой МОЛДОВА». Спасибо за то, что вы с нами. Смотрите нас и передай слово Ордену. Спасибо, Павел. Приветствую всех собравшихся и конференцию по реабилитации в рамках выставки «Волт Мэдисин», которая состоится 10 сентября под названием «Современные классические и эмоциональные подходы реабилитации». В работе с лицами, имеющие ограниченные возможности здоровья, это объявляют открытым. Будет еще одна просьба. Пожалуйста, переведите телефоны на виброрежим или же репричный. Это поможет выступающим сосредоточиться и дадести вам максимальную пользу. По протоколу. Первым выступает компания «Кинета Плюс» в лице «Радионозум», потом выступает «Витофарм», потом компания «Китайский Центр» поздоровительной китайской медицины, «Кинета Плюс», «Владимир Матизатор», «Кинета Плюс», «Владимир Матизатор» и завершает выступление «Кампания Физио Лайд». Продолжение следует... 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 У нас очень интересный формата. В отличие от других конференций, которых я участвовал и участвовали вы, формат заключается в том, что эта конференция, в первую очередь, несёт за собой цель донести информацию как для специалистов, но также и для пациентов и родственников, которые угажут за пациентами. Поэтому все презентации будут проходить в мягком, доступном стиле, будет включаться терминология, но акцент будет максимально доступный для того, чтобы человек, который не имеет медицинского образования или же профильного образования, мог адекватно понять, о чем идет речь. Поэтому не забудьте строго, некоторые вещи будут рассказываться очень-очень просто. Для чего я выбрал эту тему? Потому что эта тема нам очень актуальна. Из остеохондроза потом выходят различные заболевания, различные проблемы со спинным мозгом, вытекают дырожительства, вытекают протонозии, возникает ограничение движения. Поэтому остеохондроз на начальной стадии можно победить. Можно, в принципе, и в конечной стадии, ну, с маленькой оковорочкой, что можно будет делать. Александр Васильевский и господин Новик в этом тоже будут упоминать. А сейчас, пожалуйста, второй слайд. Буду кратер. В позвоночнике есть несколько отделов. Есть шейный отдел, есть грудной отдел, есть поясничный отдел и есть лицовый отдел. Также есть и пробочковый отдел. Но для того, чтобы видеть картину в целом, нам нужно разговаривать не о отделах, а о всем позвоночнике в целом. Потому как, если возникают проблемы в шейном отделе, то шейный отдел, например, связан с поясничным. Если есть боли в шейном отделе, нужно смотреть и в поясничный. Если есть боли в двух отделах, значит, есть проблема не в грудном. Есть проблема в тазу, есть проблема дальше не в ногах. Поэтому, когда речь идет о отделах, допустим, у человека болит спина, болит шея, то нужно всегда смотреть в общем на лист позвоночника, где проблемы. Бывает очень часто, что проблемы находятся в тазу и шея болит. Бывает очень часто, когда у человека есть патологические изменения в походке или же неправильный паттерн ходьбы. И в таком случае начинает быть головая и шея. Мы начинаем работать над походкой, мы начинаем работать над движениями, боли проходят. Следующий. Итак, перед тем, как сказать, о проблемах в позвоночнике, мы поговорим о позвоночном двигательном сегменте. Он состоит из двух позвонков и диска между ними. Между остистыми отростками, позвонками и дисками проходит сквозь на мозг. Из него выходят нервные окончания. И когда речь идет о заболевании диска или же речь идет о проблемах с позвонками, всегда нужно иметь позвоночный двигательный сегмент в виду, потому что он, вдобавок к тому, соединен еще и суставами. Если возникают проблемы с диском, например, у человека грижа диска, то нужно не забывать, что грижа диска это системный процесс, который формируется годами. Я исключаю заболеваний генетического характера и же травм. Но бывает такое, что человек обращается в компанию и говорит, вот у меня больная спина и дебюстируется грижа диска. Это системный подход. Значит, нужно знать, в чем причина, что же произошло. Почему у него возникла грижа. Бывает такое, что грижа возникла из-за артрита, который возникает в суставе, который соединяет два позвонка между собой. Артрит вызывает реакцию воспаления. И ближайшие ткани начинают поражаться. Они начинают выделяться токсины, которые начинают разлагать ближайшие ткани. И сголы не выдерживают. Давление все-таки между двумя позвонками есть. И в конечном итоге возникает прокурс, и потом возникает грижа диска. Итак, боль. Первый признак возникновения проблем в позвоночнике – это дискомфорт. Второй признак – это уже боль. Когда возникает боль, значит, уже пора бить колокол. Потому что боль является защитной реакцией фондонизма. Потому что боль нам первое говорит о том, что «дорогой мой, у тебя какие-то проблемы, обогни надо внимания». Если человек, вместо того, чтобы отреагировать на пожарную сигнализацию, выключает лавочку, то потом возникает следующий уровень возникновения боли, возникает деструктивный процесс в самом организме. И исправить подобную ситуацию довольно-таки сложно. С болью он может упороться. Хотите, я в следующую сторону. Итак, она бывает острая и бывает хроническая. И с той болью, и с той болью возможны бороться. Хроническая боль, она чаще всего возникает уже тогда, когда уже начались процессы. Когда уже заболевание имеет свой подход, когда она идет в ходу. И там немножко другой подход. С болью, с острой, можно бороться сразу. Итак, что же такое стекло-мозглазоночные. Выше я показывал страйк. Там, где был нарисован макет позвоночных двигателей сегмента. Перед вами находится деструктивный, измененный сегмент, в котором уже видно воспаление позвонков. Хорошо видно? Воспаление позвонков, в котором уже виден диск, видоизменен. Видны трещины позвонка, видны воспаления в суставе. А теперь, прошу быть внимательным. Как Вы думаете, вот такого плана позвоночный двигательный сегмент может выдавать радость в жизни? Человек может быть довольным? Следующий пустой. Нет. К чему я подложу? Потому что не думайте, что проблема диска, то есть, угрыжный диск, это проблема только самого диска. Ни в коем случае. Есть, уже упоминал, проблемы воспалительного характера самих суставов. Если есть воспаление, то вот тут расстояние очень маленькое. Сразу же влияет на состояние диска. Если же есть дисбаланс между той жидкостью, в которую входит позвоночный двигательный сегмент, это кровь, это межкодочная жидкость, и той жидкостью, в которой Вы ходите из позвоночного двигателя сегмента, то здесь возникает или же голодание, или остаются остаточные процессы, которые вызывают токсины. Один из моих пациентов очень интересно выразился. Когда я начал объяснять эти вещи, а я люблю, когда я на консультации рассказываю пациенту, что здесь здесь не происходит, то он говорит, так это же можно сравнить с маринадом. Если взять кусок мяса и поставить в маринад, то через какое-то время оно запаринуется. Да, действительно. Если количество токсинов, которое находится возле позвоночно-двигательного сегмента, большое количество, и они воздействуют на позвоночно-двигательный сегмент, на позвонки, на диски, на суставы, то это, своего рода, является маринад, который поражает всю воду. Это первое. И второе, не забывайте про давление между посолками. Плюс давление, и диск начинает старать. Катерина, дальше. На следующем спаде я обозначил некоторые моменты, которые могут возникнуть в поражении с позвоночниками. Первый, это нормальный диск, потом диск, который начинает видоизменяться. Дальше протрузия, это выпячение части диска, расширение диска, видоизменение своей формы диска. Далее, грежа диска, это когда пульпозный ядром уже уходит наружу. Потом диск начинает утончаться, в таком случае. И возникает всегда сибликация. Организм, он понимает, что на него происходит давление, на него происходит воздействие. И для того, чтобы сохранить позвонок в собственном месте, на одном месте, он начинает утрачивать эстетику. И теперь будет очень логический вопрос. Почему это возникает? Что происходит? Можно? Ответ очень прост. Ну, я, по крайней мере, постараюсь ответить очень прост. Основной доминирующий фактор это состояние мышечной системы и мягких тканей, которые находятся вокруг позвоночного двигателя сегмента. Если мышцы, которые находятся вокруг сегмента, очень жесткие, если они поменяли свою структуру, если уже возникла, то есть он потеконечку приходится эстетиктную ткань, то вся нагрузка, которая падает на человека, она воспринимается не мышцами, а она воспринимается позвоночниками, непосредственно позвоночных двигательных сегментов. Я не представлю такую ситуацию, что у человека мышцы находятся в очень высоком тонусе. Они перенагряжены. То нагрузка, один раз сложился в позвоночник, второй раз сложился в позвоночник, а мы же утром встаем, одеваемся, то, что ровно, что руки, и спускаемся по лестницам, садимся в автобус, в троллейбус, в машину. У каждого есть своя нагрузка. Вроде бы небольшая, но есть. У человека есть вес, его действие, гравитация. Позвоночник долго держать, долго выдерживать не сможет. Он не рассчитан для того, чтобы такое количество нагрузки падало на него. И возникает воспаление. Потом, я когда вышел, люблю, возникает деструктивное изменение в позвонке и в диске, и он потихонечку начинает воздушаться. Другими словами, запускается механизм остеоконтроза. Хорошо. Факторы, способствующие развитию остеоконтроза. Есть несколько групп. Первая группа. Это факторы, которые возникают при аномалии развития и при развитии самого плода, может быть, генетического характера. Вторая группа. Это, когда диск теряет свои эластичные функции, рессорные функции. Следующая группа. Пятерина, может, дошел. Это травма. Это поражение позвоночника. Но основная большая глобальная группа является последней. Это поражение постной ткани, которое включает достаточно большую группу. То, что мы с вами выше говорили. А факторы, которые влияют, следующий фактор, на возникновение стегоноза, по рангу можно перевоспределить по категориям. Значит, первый фактор. Это психоэмоциональное движение. Как бы ты не дышал страну? Человек переживает. У человека может что-то не сложиться в жизни. У него может не хватать денег, у него может не хватать развития. Он думается о будущем, он не видит выход в будущем. Или он не определен. То есть у человека, который перед собой не может понять, что его ждет дальше и как он сможет свои способности реализовать, очень высокий уровень психоэмоционального напряжения. Напрямую влияет на развитие стегоноза. И находится на первом месте. Второе место занимает дисбаланс между отдыхом и работой. Человек очень много работает, мало отдыхает. Человек работает в две смены, в три смены. Он работает в субботу, он работает в субботу, в субботу. И очень мало отдыхает. Если мы умеем хорошо работать, мы обязаны хорошо отдыхать. Тогда с нашим здоровьем Следующая группа это условия труда. В каких условиях находится человек? Вот что самое интересное. Условия труда следует в этом месте. В каких бы ни был тяжелых условиях труда человек работает, во-первых, есть техники безопасности, которыми он пользуется, но если бы у него есть будущее человека, если бы у него есть баланс между отдыхом и работой, то с позвоночниками это не бывает. Подобные случаи. Бывает. Это все может быть фактор диска, но мы не знаем. В этом слайде я поставил специально для того, чтобы показать механизм выхода пульпозного игра. Когда возникает эстетон рост, который потом перерасляется при жилице, то он выходит слабое место и потихонечку пульпозный ядро выходит наружу. В итоге возникает коллапс с выходом спинномозгового канала. Та же самая картинка, только вид сверху. Справа и слева находятся нервы, сверху находится спинной мозг, пульпозное ядро выходит в сторону форай, в сторону спинного мозга и соприкасается с нервной системой вызованием боли. И так, как же диагностировать сосредоточку позвоночника? Есть много способов. Основными являются это лентген, самый премий способ. Второй, я сейчас только про эмиджисту говорю, второй это ядерно-магнитный резонанс или же компьютерная томография. Лучше всего использовать два последних, потому что на ядерно-магнитный резонанс и на компьютерной томографии подробно это состояние костной системы, состояние нервной системы на резонансе, состояние нервов, спинного мозга, в каком он находится качестве и в каком он находится поражение. Вот, к примеру, на данном случае мы видим позвоночник женщины в 52-го года рождения, в которой есть уже остеотомороз. То есть есть видоизмененные позвонки в этой вот озвученности вопрос. То есть это просто последняя статика, там же у нее кроме этого еще и остеотомороз появился и компрессионные переломы. Вот этот позвонок является компрессионной переломой. Дальше если связи, то теперь возникновение статика очень интересной. Позвоночник испытывает в принципе нагрузку, понимает, что надо как-то защищаться и он самостоятельно отращивает дополнительные костные соединения для того, чтобы лежать в своем месте. Вот такая возникновение статика, если говорить простыми словами. А мы сегодня говорим если говорить простыми словами. Времени тоже очень подробно показано состояние позвоночника и их структур. Поэтому такая диагностика одна из самых лучших для выявления проблем в костной структуре и в структуре диска. Наша компания знает какие-то плюсы и она занимается компликацией позвоночника. У нас есть два направления одно детское направление и другое взрослое направление. В каждом направлении есть реабилитация невротического плана, реабилитация ортопедического плана и реабилитация в области трудно-домогии. Благодарю за внимания. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Cicicolina este o substanță care se metabolizează în picat cu elaborarea de cititină și colină, care la rândul se o partici cu elaborarea de fosfolipide și bicitină, ce este foarte important în structura neuronată, pentru că el nu este ca un ferișor, fosfolipide, ele împonjare ferii de arvase. Este o prepară cu acține nouă drope și neuroprotectoare, care protegează cerurile nervoase în toți fapturi nocivi, de afectare al lor radicale liberi, de afectare al lor coste ischemică și post-traumatică și compania o reprezintă prin două forme, formă de sirop și formă de capsule. Depinde de persoane care își nu le pot incerați, de persoane care nu pot unghiți capsule, dar au probleme de unghiție și probleme cu folosirea. Așa. Nu are componenți coloranți, nu are componenți adictivi chimici, adică este bază de sunt cu toți și a cercifica substituienți adăugători. Asta este formă capsulară, este formă capsulară a 500 de grade de șticoline într-o capsule, așa, 40 de capsule într-o cutie. Și dacă vom vorbi, cum am spus, de... care sunt proprietețele șticolinei, cum am spus, este un produs cu axiunie nonotropă și neuroprotectare. Dacă se metabolizează, formând la jururilor de phospholipide, de lecitină, care participă la regenerarea acestui nervos post-traumatic, la regenerarea în situației cerebrale, la mulțirea asevărării cu oxigenări adecvate al sistemului nervos, atunci se refact foarte bine celule nervoase, care sunt afectate. Afectatele pot fi în urma diferitor traume postnatale, diferitor stări hipoxico-ischemice, pot avea unul născut, în urma unor rănașterii mai agravate, în urma unor retact mental care apare, în urma diferitor traume care cerebrale. Afectări la nivel de vascularizare, adică a diferite accidente vascularizante, care va fi ictus, obstaule, impactul neurocardic, ajută la algeia acestea furturi. De asemenea, are o importanță foarte mare, la o contribuție în albățarea memoriei. Adică, functele cognitive care sunt, ele se îmbățesc, da? Memorează, îmbățește, treia de concentrație crește, coloacopiei hiperactivi devin mult mai înțelebători, mult mai cald, da? Pentru că hiperactivitatea nu este doar o nuanță de boală, cum ar fi, este o stare carfizologică pe care ne putem trata. Așa. După cum am spus, participo la ameliorarea funcției aromale, are un efect foarte important, că regulează stabilizarea membranii celulare, adică, scade edemul cerebral care este, respectiv scade presiunea interna celului lor, așa, se semelă funcția ompirionice celulare. Se regenerează lembranele lăsate, care sunt detectate și se reface persoana, după aceste traumi care sunt postischemic și vascularizate. Dacă vom vorbi de sărocs sau de capsule, ți-administrează, în ce fel de cazuri, în toate consecințele traurilor carului cerebrale, în toate consecințele afectării hipoxico-ischemici, în caz de o restabilire rapidă după accidentele vasculare, după traumurile cranicerebrale, și a interviție pe creier, asigură o asigurare pronunțată cu oxigen al stemului nervos, așa, învățește sfera emoțională și funcții cognitive la copii. Capul, osia, se folosește pe gradă mai îndelungată, de la o lună jumătate până la trei luni zile. Se face o cură de stabilizare timpul de două-trei ori pe an, după o necesitate, la consultația medicală. Se mai folosește, de asemenea, și în regulamentul complex al epilepsiei și a înfărătatele neuronale. Cum se administrează? Dacă vorbim de sirop, se administrează, în timpul mesii sau albineare pe masă, depinde deja de fursta copilului, fursta persoanei și de kilogram corp. Dacă vorbim non-născuți, merg de la 0,5 ml de două ori pe zi, una, două ori pe zi, vorbim de la 2-ul până la 2 ani, 1 litru, una de două ori pe zi, de la 2-până la 10 ani, 1 litru, 2-3 ori pe zi, depinde iarăși mai bună colpa persoanei care este, și adunc și copimea mea de 10 ani, 5 litru de două, trei ori pe zi. Dacă vom vorbi de capsule, atunci se administrează de la 10 ani o capsulă, una pe zi, ca una de două ori pe zi, depinde iarăși de kilogramele copiului care este. Mulți copiii care se adorescem sunt mai mari de cei adunți, adaptăm ca kilogram copși, când maturi, pe o capsulă de un alt de la pe zi. În roata administrarei, patrie cum a spus, o nu jumătate de trei ani de zile, se face cu repete până la 2-2 ori pe an, de pe necesitate. Este un produs care nu face reacții alergice și infatibilitatea personală, iar și depinde 2-4 ceva nuanțe. Cam atât. Dacă aveți întrebări, vă scot. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Cine are de trebi. Vă uite sa frumasă da? Și... Păsără spune cum ar încără? Vă mulțumesc frumos! Если я вас правильно понял, вы хотите узнать, как я читал этот запрос? А об этом будет рассказано позже двумя наших представителями. Вот, конференции нет. В рамках конференции нет. В рамках конференции нет, я хочу поблагодарить нашим гостям за выступление. Спасибо большое. Следующий выступает Сергей Норик. Еще одна метода для реабилитации является практика Таичи. Таичи, экзерцицией, аукаскоп, армонизация для того, как раз-монта, больше системы в теле, мускоскелетал, апарат locomотор, respirator, кардио-васкуляр, стемоли-нервоз. Многое, Сергей Норик, в персонале, оттим. Спасибо. Таичи занимаюсь давно, и хочу разверить немножко мистику, которая присутствует вокруг этого явления, потому что эта гимнастика занимается миллионы и миллионы людей во всем мире. Она действительно эффективна. Но кроме мистики здесь есть и научный подход, как оказывается, что все очень легко объяснимо, и объяснить я это попробую доступным языком. Надеюсь, все будет понятно. Принципы здесь очень просты. Мы начнем с того, что все, что говорил Родион на счет позвоночника, оно, конечно, в первую очередь, это психологическое состояние человека, его психоэмоциональное состояние. И корректировать свои эмоции, корректировать состояние своей души мы не привыкли, честно говоря. Так вот, что оказывается. Я сейчас приведу несколько примеров и обозначу, как это можно сделать. Вы все замечали, что человек, когда он нервничает или волнуется, он начинает двигать рукой, двигать ногой. То есть он совершает какие-то ритмичные движения. Это очевидная вещь. Или он разговаривает по телефону, получает какое-то значимое эмоциональное сообщение, говорит, да ну не может быть, и тоже начинает опять как-то ритмично ходить, и он пошел далеко. То есть что-то с ним происходит, он начинает совершать ритмичные движения. Так вот, оказывается, именно ритмичные движения, благодаря ей сбрасывается лишнее психологическое напряжение, которое присутствует у нас. Смотрите, как просто. А если мы это понимаем, то мы можем просто совершать ритмичные движения для того, чтобы привести себя в порядок, допустим, ну, как август, даже стресс. Значит, на основе этих наблюдений было создано метод, который называется метод ключ, который на самом деле является самодостаточным методом, который помогает привести каждого в нормальное состояние благодаря тому, что мы раньше считали физкультурой. То есть, оказывается, физкультурой, то есть физических движений, они очень сильно влияют на наше психоэмоциональное состояние. Вот все вот так вот просто. Вот. Но дело в том, что люди, которые занимаются физкультурой, они занимаются физкультурой, заставляя себя. Вот. И, ну, если сил на долго не хватает, то, как правило, это продолжается очень недолго. Вот. А оказывается, что принципы, когда вы их понимаете, они очень простые и физические упражнения, будь то ходьба, будь то бег, будь то что угодно, вы всегда увидите, что там есть какой-то ритм, какая-то повторяемость действий. И если вот эта повторяемость действий, которые вы совершаете, она соответствует вашему текущему психологическому состоянию, то есть как-то согласованности, вот именно в этот момент начинает отдыхать голова. Начинает отдыхать голова, значит, приходит норма. Лун, дыхание, ну, много чего происходит хорошего. И принципы, по которым построена эта гимнастика, ключ, они обозначены директором Центра защиты от средств Хасай Магиевым. У него эта методика, еще раз повторюсь, самодостаточная, но мне лично это все помогло раскрыть некоторые стороны китайской гимнастики Тай Чи. И оказывается, что те же самые принципы используются и при выполнении упражнений. То есть выполняя комплексы, выполняя какие-то подготовительные упражнения, мы тем самым приводим в себя, то есть в свое техническое состояние, то есть совершая электричные движения. Здесь очень важно понять, что должен быть индивидуальный подход. Тот человек, у которого внутреннее напряжение больше, естественно, он будет двигаться немножко быстрее. Это надо понимать. Мы это все рассматриваем на занятиях. Сейчас я просто обозначил те принципы и те методики, которые реально проверены уже много десятков лет на самом деле. Если не ссорим. Так вот, что же такое Тай Чи и как происходит коррекция движений благодаря пониманию, скажем так, с точки зрения Востока. Ну, Восток – дело тонкое, мы это знаем, и тонкость в деталях. И попробую вам показать это еще вот с какой стороны. Дело в том, что когда мы что-то делаем физически, мы это ощущаем. То есть, у нас обязательно есть ощущение того, что мы делаем. Так вот, то, что мы ощущаем, давайте назовем, знаете как, вот движение. Вот то движение, которое мы делаем, оно ощущается в двух случаях. Я сейчас попробую показать, каким образом это происходит. Значит, начнем с того, что любое движение, оно связано с дыханием. То есть, если это не просто напрягается бицепт-рицепт, а мы с ним неподвижно. А если это движение включает в себя массу всего тела, то обязательно участвуют дыхательные мышцы. То есть, я не говорю о вентиляции, я говорю о том, что можно даже не дышать, но при этом мышцы, которые участвуют в дыхании, они тоже будут участвовать в движении даже руки или ноги, или так далее. И если мы это понимаем, значит, оказывается, что если движение, движение участвует в дыхательные мышцы, то движение, ну, давайте назовем дыхательные движения. То есть, движение, в котором участвует дыхательная мышца, вдыхательные движения. Так вот, все, что мы ощущаем, сейчас внимание положено. Вот сейчас скучная терминология закончилась, сейчас тут очень важный момент. Значит, мы ощущаем то, что мы делаем, как результат. Наше ощущение – это ограничение дыхательного движения. Так вот, что оказывается, мы совершаем какое-то действие. И в тот момент, когда оно ограничивается, мы начинаем это чувствовать. А ограничиваться движение может двумя способами оказываться. Либо это напряжение мышцы. То есть, движение мы начинаем еще за счет напряжения мышцы. Либо мы можем ограничить свое собственное движение за счет напряжения ума. То есть, начало двигаться медленнее, чем нам хочется. И вот на вот этой разнице оказывается, что когда мы двигаемся медленнее, чем нам хочется, у нас тоже возникают ощущения. И вот это ощущение, оно очень интересно. Потому что оказывается, что напряжение ума, оно на самом деле заменяет напряжение мышц. То есть, сохраняя один уровень ощущений и сосредоточившись, в этот момент мышцы начинают расслабляться. То есть, контролируя свои движения умом и делая эти движения медленнее, мы остаемся в равных своих ощущениях. Но при этом мышцы, физическое напряжение, оно уходит. Это очень хороший способ расслабиться. Поэтому движения в тече выполняются медленно. Они спординированы с дыханием. Ну, и чтобы показать, что это с одной стороны просто, а с другой стороны все-таки стоит этому получиться немножко, наше дыхание, оно тоже сложное. Оно состоит из грудного дыхания, когда у нас раскрывается верху легких. Оно состоит из брюшного дыхания, когда у нас включается нижний отдел легких. И вот это все, и верхнее, и нижнее дыхание, то есть и грудное, и брюшное дыхание, да, состоит весь объем дыхания. Ну, а дальше для специалистов немножко, конечно, должно быть понятно, что когда присутствует напряжение, допустим, в животике, то естественно будет где-то недостаток или избыток внутри относительно диафрагмента. И человек приобретает соответствующее положение, которое потом приводит ко всему тому, о чем рассказывается для меня. Поэтому принципы очень простые. Я на примере одного упражнения сейчас попробую показать эти принципы. Допустим, если мы начинаем двигать животом с напряжением, а потом начинаем двигать тем же животиком, мельчим, чем нам хочется, и вот пока мы будем сосредоточены, мышцы будут расслабляться, в том числе мышцы, мышцы, кишечники и так далее. И все там будет приходить новое. Это все проверено и больше всего, конечно, это показывает, доказано на занятиях, потому что всегда есть индивидуальный момент и индивидуальный подход. Вот это основные принципы, по которым происходит и психофизическая коррекция, но потом, конечно, и физическая коррекция. Потому что сама гимнастика тачей – это очень много разнообразных и положений тела, и движений. Поэтому пока вот эти два принципа можете запомнить и не очень красиво. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Сергей, у меня к Вам будет один вопрос и одна личная польза. Первый вопрос заключается в том, скажите, как напряжение ума влияет на напряжение тела? И почему он влияет на напряжение тела? Дело в том, что нельзя рассматривать человека отдельно. Да, нельзя человека рассматривать отдельно. Вот. И человек как система, естественно, там все связано. И напряжение ума, оно влияет на напряжение мышц. Ну, понятно, каким можно. То есть это все связано с состоянием нашего отдыхания, с тем, как мы ощущаем свое собственное движение. И вот это вот ощущение, которое возникает в результате ограничения движения. Это все вот сейчас хорошими словами, но на самом деле лучше попробовать сделать на добровольце. Раз такие вопросы, давайте поработаем немножко. Есть кто хочет поработать? Попробуем? Ну, не важно как. Давайте руки в стороны, так, чтобы было место немножко. Мы попробуем сделать такие подготовительные упражнения. Значит, то, о чем я говорил, что начнем с сетмичными движениями для того, чтобы немножко перевести себя в рабочее состояние. То есть, помним о чем я говорил. То есть, сетмичные движения, ну, помогают убрать лишнее напряжение. Поэтому, начнем делать вот такой первый курс. Вы можете встать и сидеть так же, сделать эти упражнения. Вставайте, вставайте. Значит, что это за упражнения? Хорошо. Вы все видели, как дети стоят и так делаются. То есть, это... Они могут делать часами. Мы часами не будем это делать, но если минутку поработаем, будет хорошо. И как, для того, чтобы начать правильно работать, попробую сделать сейчас лучше. Ускоряемся, делать быстрее. А сейчас медленнее, чем начинаем. И, смотрите, тело все равно продолжает двигаться. Оно само нашло тот ритм, который нужен лично вам. Этот ритм, он как раз и согласован с вашей текущей психологической активностью. А сейчас попробуйте подумать, он продолжает двигаться. О чем-то важном для себя. О чем думается, о том и на том. То есть, специально не выбираем тему, а вот какие мысли приходят, так пускай приходят. То есть, не надо думать о движении, надо... Ну, о чем думается, о том и думается. Итак, подвигаемся одну минуту. Я помолчу, а мы попробуем сделать это. Кстати, в нашем любимом Нагестке промоушен-группе. Разумеем, как ключ каждое утро, нижний, но обязательно для каждого сотрудника под подпись. То есть, в общем, помогают сконцентрироваться на работе и внешним устроенным. Продолжаем, продолжаем. Обратите внимание, то есть, ощущая свое движение, думаете о чем-нибудь часы. Звук разы, нес��서 разы, вроде крем. Звук разы, но в тамуе, не только приблизительно на доме. Поговорим. Посмотрите друг на друга, уже люди стали улыбаться. То есть о чем это говорит? Когда это первый признак того, что стало расслабляться ваше психиатр. Ну понятно, специалисты знают, но вот это один из признаков. Второе. Скажите, пожалуйста, мыслей меньше стало? Да? А куда они ушли? То есть, да, они ушли в движении. То есть получается, что вот это внутреннее напряжение, оно каким-то образом уходит. Вот это вот то первое, что я пытался до вас занести, когда говорил о том, что ритмичное движение, оно само по себе эффективно для внутреннего баланса, для внутреннего психологического анализ. Ведь это же, мы же здесь нет, как бы мы не работаем на скорость, мы не работаем на силу, это же понятно. Но когда мы работаем ритмично, и наш ритм согласован, вот так, как мы сейчас нашли, свое собственное движение, продолжая думать, о чем вы хотите. Не думать про физкультуру, это не физкультура, а совершая движение, думать про работу, про семью, про здоровье, про что-нибудь. В этот момент приходит нормализация вашей внутренней психологической сцене. То есть немножко расслабление произошло. А теперь я попытаюсь ответить на вопрос, как мысль связана с движением, с напряжением мышц. Для этого мы выполним следующее упражнение, оно похоже на то, как, может быть кто-то видел, прыгуны в воду, стоят на краю вышки, и сейчас надо вот прыгать вниз головой туда вот вниз, метров сто, ну не сто, но сколько надо. Это же всегда стресс. Что они делают для того, чтобы сбросить вот это лишнее напряжение? Все видели? Они совершают вот такие движения. Похоже. Вот что-то такое мы сейчас попробуем сделать. Тоже одну минутку, и дальше будет интересно. Итак, начнем. А сейчас, чтобы начать работать правильно, ускоряемся. Делать быстрее. И тут же начинаем делать медленнее, чем начинать. Сохраняем это движение чуть лучше. Нез sapенчик. Незапно. Ускоряемся. Сейчас, я побы ускоряемся, тут же начинаем. Ускоряемся. Ускоряемся. . Ускоряемся. 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 Сейчас я попрошу поставить руки перед собой, две руки перед собой. И просто сосредоточьтесь. Представьте, что руки расходятся. Думайте о том, что руки расходятся. Думаем, думаем, думаем. Позволяем, позволяем, позволяем. То есть, смотрите, они же хотят разойтись. Смотрите, это не гипноз. Это реакция тела на ваше мышление. Это как раз то, о чем я спрашивал Родион. Как мысль может влиять на движение? Это ваша работа. Это вы думаете и получаете вот эту реакцию тела. И самое интересное, что это все относится к процессам и саморегуляции организма. Ну достаточно, спасибо. И именно в этот момент происходит расслабление мышц. Именно таким образом Родион напряжение ума способно заменить напряжение мышц. Более того, есть еще один момент. Вы, наверное, слышали про такое мнение, когда мы вечером ставим будильник на 6 часов, и раньше будильника из 2 до 6 просыпаемся. Но мы же ночью спим, мы же не осторожим этот будильник. Почему мы просыпаемся раньше? А оказывается, что у нас есть реакция тела на наше мышление даже здесь. Или вдруг попадаем в нужное, не то что в нужное время, еще и в нужное место куда-то попадаем. У нас тоже есть реакция тела на наше мышление. Поэтому то, что я хочу подчеркнуть, особо важно, вот особенно в рамках нашей конференции по реабилитации для пациентов, роль самого пациента, роль его позитивного мышления и немножко ответственности за само себя. Понимая вот эту методику, надо учитывать, надо этим пользоваться, и будьте здоровы. Спасибо большое, Сергей Новик, за познавательную информацию и за мастер-класс, который вы показали на нашей медвенции. Сергей, большое спасибо. Можно вам обучить? Бог, обучайте в нашей конференции. Большое спасибо. Я хочу сказать один маленький технический момент. Выяснилось, что микрофон фонит. Фонит, да. То есть такой писк непонятный, где-то вот в этом месте. Поэтому следующим лектором я предлагаю... Так фонит? Да и там не фонило сейчас. Другой микрофон. Фонило, сфонило. Другой микрофон. Да, ну, да, 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 да. Хорошо. Сергей, большое спасибо. Сергей, большое спасибо. Его не только работают. Но я обиделся в рамках своей семьи. И довольно много успешных пациентов. Он находится в Учене Фишер, китайский центр традиционной медицины. Продолжение следует... 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 Как вы видите в медицинской оборудование у больного болезни? То есть, по поводу медицинской оборудования, есть несколько факторов. Один из которых, или один из самых важных факторов, это факторы эмоциональные, наша эмоциональная, которая, по поводу, была mencionada и от предыдущих соревнований, которые у меня говорили. То есть, по поводу медицинской оборудования, у меня родители, по поводу медицинской оборудования, а также, по поводу медицинской оборудования, например, у больного болезни, у человека экстраординар, это делать. А вы слышите? У них были такие случаи. Это, да, один пример, экземплярный, да, это очень грейдор. Дальше, урмадор, фурия, атака фикава. Поэтому, которые у нас осталось нефикаци, они более грубощи. Они более грубощи, так же. То есть, когда вы видите, что у человека, мы, медицинский медицинский, Врачей не дам напоказать, даже если мы спросим, что мы не спрашиваем, но все равно, мы сейчас интересны. Так, как, трясите, афектирует пламяне, углеврирование, афектирует племина. Когда мы начинаем, когда мы думаем, что мы решаем, что мы решаем, афектируем племина. но сплина, в основном энергии, это стратегия, которая в среднем энергии. Думаю, если сплина не спрашивает функция из-за энергии, утром у нас мы трезем слабить, эпоизировать, пора не помнить, ущер обосить. Обосим очень ущер, а не меньше эффект физики или mental. Вместе с тем, что у детей требуют революционную плену для того, чтобы они развиваются в силу металл и физик гармонию. Следующая тема и спайма. Это очень интересный момент для детей. Другие детей, которые были стрессы, которые были стрессы или фрикой, у них проблемы с уринами в тимпу ночи. Как вы объяснили? Дин пункт и видеть медицинский, уриналя и ретекаря они обеспечены от ретекаря. Когда у детей у вас будет стремиться, у нас есть регулировки на уровне энергетического ретекаря. Они не будут делать функция отступления от ретекаря. И дети они могут делать в панк. Это уже один из примера. Ага. Альте, фактори которые они могут вызвать анамите отступления климатолога. Вант, фрагу, мезиа, лако, ажиа и шушкачиуна. Эти факторы, в нормальное, не требаут которые показывают, что они в нашей жизни, но и в том, что когда факторы стараются грустные, если они очень violены, или когда системы нашей обороны не слабые. И поэтому могут быть делее, в результате энергетическое и в результате болезни. и следующий фактор. Сурменаж. Конституция слаба, травмы физические, нерезо. Нерезо. Регимов. А не витричь. Асминчоанн. А здесь очень важный пахар. Время витамин с баку, это очень важно для активы нашей нашей страны и ухитрата нашей нашей страны. Ага, и проактивные sexualы, которые в нашей нашей стране не предоставляются, но, и в путь, в виду, в медицине, в качестве артиста, в качестве артиста, это очень много энергии. И в момент в que в качестве очень много и не успеете, аж у вас на уровне дефицитов, и энергией. Какие методы, которые используют в медицинской традиции, для тратания? Аккупунктурой, которая презента в пунктах, в пунктах, в меридианах. Аккупунктурой. 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 aram упасая, стимулария, акупункт. Урматурно, трат Nanaет, фитотерапия, интерна и экстерна. Интерна, акупунктуре, которые, обычно, форматы, по-пунктуре, по-принавианам, это очень важно. Как вы понимаете, и область нашей лимбой. Лимба является оллентом и оллентом, который мы используем информацию достаточно распространяя области нашей нашей страны. На фитотерапии externы мы реагируем лакоарел с декуptом или с помощью пищеварной в кадр с декуptом фитотерапии, или с помощью или с помощью пищеварной и мы и в клиника мы можем предупредить к пищеварной с помощью ПАА с декуptом для многого лимбой 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 и церемония в различные лимбой 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 в лимбой медицин лимбой лимбой и влияет на то, которое в лечении в лечении, то есть комфортное лечко, это один пример, аж важно, что нам нужна, по-другому органу, или органу, или органу. Практически, что мы consumаем, это элемент, из-за того, что мы будем использовать в лечении, аж... Мукси Бустина, значит, Mукси Бустина, что вы видите, уже и мы уже уже на нашем магазине, У нас есть сигара cubаниеза, аж, у нас есть сигара cubаниеза, и у нас есть у нас есть у нас. Они из-за этой группы, они используют специально, и они используются в определенные моменты, и это иначе трактный мокси-пустик. Туина – это комбинация между массажей, с кинетотерапией, специально с кинетом. И цивуан, которые были mencionаны с тагентами, с дайдзи цивуанами, все это связано с движениями, с respirацией. Это очень большой группы, очень важный, очень важный для тратания. А в чем болея, в которых питаются в методы, в каком времени кинетическом может lithe? Какие болея учились, в котором мы считаем, но это не запомни, что приводятся монитором, диоромпатили, ломбардин, провокладили, у меня заболокирование. О Plugged на Вашей Вашей, если выполнить, Затем он уходит в marble кincу постигнетом возрождения. На нас, лапокопомпетона, ещё раз в спореку, о лунх или два, в которой это происходит другое вот опять в систему Системы гинекологическим и уриналтерик, логикулы менструал, иенурий санглобин, синдром климатерик, малинилия системы respiratorа, как ренита и аспа бронщик, малинилия системы гастро-интестиналов, для дискаунга, гастро-облилия, пауна, линопеденция, пома. Алта-лезиобезита, ситуатией, стресс и, просто реехилибрая энергетическая. Потому что медицина химиза считается, что или что малопеденция не будет complicат, вначале избаланса энергетическая. Идите, вначале, вы начали готовить о гуре профилате, как реехилибрая энергетическая. Ва астептам на Центр на Медицина Коре. У вас есть адреса, у вас есть телефон в парень или запас. Наверное, у вас есть адреса и телефон. Если у вас есть вопросы, поздравляйте. Спасибо большое! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! – Спасибо! – Спасибо! – А, выночني? – Да! – Че не говорим к би опутиям? – Да, в плане в «Идин Кемофоуцитс» есть вопрос. А, смотри, Сорон, какой есть механизм физиологический между чувствами и и влиянием их на организм интерн, которые были вести? Да. То есть, в основном, в медицине, я сказал, что у них ощущения которые в эксцессии все что есть в эксцессии, не будет. В последние 100% в эксцессии не делается нижды. У нас даже плохие. У нас есть среди основных людей, которые будут, которые будут пострадать, которые могут быть очень привлечены с ценностью. У нас есть еще ретки. И, для того как и което если фрики очень часто, когда учебы зарабатывать на учебе, тогда они отправляются И у нас есть фрика. И разум, о рениче. И в частности, что регулируя, регулируя и фрика. И в момент этого появляется фрик, на уровне энергии. То есть, во время, в степлении, в сфере, в оформлении энергии. Но очень tensа, когда мы проведем, как мы будем делать это, а и материал. Да, по-моему, по-моему, не coincide с теорией в медицине, а лопатико-нтемпоранной, которая говорит, что целула должна быть, но энергия будет. Когда я спрашиваю, что пациент, я скажу, что «бинь, ты не видишь, но ты не видишь, как в сердце в спаде. Видишь, как вишня крема». То есть, это... Ха-ха сказать, это такой же концепт. Мы говорим о бомбуре, мы говорим о тристоте. У нас есть пациенте, которые очень стричь, которые очень часто проходят бронши, уже бронши. Очень. Очень. Дин пункт, видимо, в медицине кинезе, это очень важно, чтобы регулировать эмоции, для того, чтобы не прийти на стаде энергетико, которые, если не перейти в фазе энергетико и не регулировать энергию энергию, уже прийти на две фазы, которые проводят модификации физиологичьи в организм, и которые, в частности, уже и те анализисти, и, по-моему, утрасонор. Но, модификации энергетики, или регулируя энергию энергию, на анализе не имеют в виду. Он видит только в пусте, и это очень важно. И это очень важно, чтобы организм организм. И... 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 ... Я хочу еще одну минуту для вас. Я хочу сказать, спасибо, что вы participали в конференция организации. Мы желаем успехов в виду, профессионально. Это для вас. Спасибо. Итак, мы продолжаем нашу конференцию. Впереди еще будет несколько очень интересных выступлений. Сейчас будет выступать Александр Васильевский. Потом выступит Владимир Котизадо и Любила Алей. Александр, прошу вас. Добрый день. Рад вас приветствовать на этой замечательной конференции. В ходе конференции из того, что рассказывали коллеги, наметилась общая тенденция того, что мы в основном здесь обсуждаем, как наше психическое состояние влияет на физическое состояние здоровья. Я буду рад вам представить метод, который сформировался недавно. В принципе, всего лишь где-то 30 лет. Он распространяется активно в западных странах. Называется метод Фельденкрайзен. Этот метод был разработан ученым, инженером, физиком и мастером по Цюдо, Моше Фельденкрайзен. Как это всегда бывает при многих научных открытиях генеральных. У него у самого была проблема со здоровьем. Он получил травму колена во время игры в футбол. И на тот момент ему предлагали операцию колена, которая имела вероятность успеха 50 на 50. Так как он был ученым и работал в институте ядерной физики вместе с Марией Кири, он сказал, что эти врачи идиоты, потому что, когда они проводят опыты, они ничего не делают до тех пор, пока вероятность успеха не составляет 98%. А здесь ему предлагали операцию с вероятностью успеха 50%. Он отказался от операции и стал изучать то, как работает тело человека и почему у него случилась такая травма. Вследствие чего он пришел к осознанию очень интересных факторов. Как эмоции влияют на тело. Существует три основных рефлекса на стресс, которыми реагирует тело. Это рефлекс, так называемый рефлекс зеленого света. То есть, как ответ на стрессовый фактор, человек принимает бой, его тело выпрямляется, он готов к действиям. Существует рефлекс красного света. Это когда человек реагирует на стресс страхом, его тело принимает защитную осанку, он сгибается и готов к защите. И существует также рефлекс, как ответ на какую-либо травму. Этот рефлекс объясняет, почему у человека может быть зажата область тела, которая находится непосредственно возле какой-либо травмы. И с помощью этих трех рефлексов можно объяснить очень многие боли, возникающие в теле. Например, у людей, которые патологически застревают в готовности к бою, у них очень ровная спина, перенапряженные мышцы спины, возникает остеохондроз в поясничном отделе. Люди, которые всегда находятся в стрессовом состоянии и они зажаты, они защищаются, у них перенапряжение в грудной клетке, проблемы с дыханием, с сердцем, с давлением, вследствие чего может возникать атеросклероз, астма. И как реакция на травму часто бывают, например, такие проявления, как функциональные сколиозы. С какой стороны была травма, там гипертонусность. И в ту сторону человек немножечко более напряжён. Дальше вернёмся к методу Фельденкрайза. Этот метод взял за данность способность человеческого существа к обучению. То есть, если мы научим человека двигаться по-другому, вот человек застрял в каком-то состоянии страха, у него патологическое напряжение в определённых зонах тела. Если мы расскажем его телу с помощью прикосновений и движений, что есть выбор, что есть другой вариант движения, то его мозг, будучи умным в создании природы, выберет более оптимальный вид деятельности. Если мы покажем альтернативу, которая будет вести к здоровью, и она будет для человека лёгкой и приемлемой, и он изменит своё поведение и уже перестанет причинять себе вред, будет смотреть и двигаться уже по-другому, смотреть на мир. И могу представить вашему вниманию небольшой ролик, в котором объясняется, как именно метод Ленденкрайза может помогать людям. Попрошу вы, Катерину, включить ролик. Итак, как метод Ленденкрайза помогает людям? Физическая форма каждого человека на протяжении всей жизни может находиться на самых разных уровнях. Одна из крайностей такого состояния – это когда жизнь придёт ключом. Другая крайность – это вкладок сил. Состояние большинства людей, как правило, является собой нечто среднее, то, что мы называем нормой. Бывает так, что у нормального человека появляется боль в дереву в его теле. Естественно, чтобы вернуться в норму, человек обращается к специалисту. Как правило, стандартное лечение горно-двигательного аппарата состоит из массажа, мануальной терапии, кинетотерапии и физиотерапии, а также медикаментозного лечения. Однако, несмотря на приложенные усилия, время и деньги, результаты лечения постепенно могут сойти на них. И человек вынужден возвращаться на повторный курс вновь и вновь. Иногда даже в худшем состоянии, чем прежде. Все потому, что стандартные методы терапии не решают проблему осознанных патологических паттернов движения, которые мы приобретаем со временем. Неправильная осознанка, в которой вы находитесь день за днем, становится нормой для вашего тела, и вы перестаете ее замечать. Поэтому, чем бы вы ни занимались, патологические паттерны движения, оставшиеся привычными, будут нарушать здоровую биомеханику тела, приводя к повторному возникновению боли в мышцах, связках, суставах, даже после успешного лечения. Физические боли и дискомфорт заставляют зацикливаться на проблемах, занимают все мысли и забирают слишком много сил. И вы перестаете верить в себя, списывая неудачи на отсутствие боли или на приближающиеся статус. Знакомы ли вам что-нибудь перечисленного? Задавались ли вы вопросом, на что была бы похожа ваша жизнь, если бы существовал метод для непрерывного улучшения вашего состояния? Фитнекрайз – это метод для усовершенствования физических возможностей, улучшения сознания собственного тела, повышения самооценки и преодоления беспомощности. Этот метод настолько мягкий, что подходит людям любого возраста или физической формы. Фитнекрайз использует четко организованные последовательности простых движений и, естественно, умелые и нежные прикосновения. Таким образом, мы реактивируем тот же процесс, благодаря которому вы научились переворачиваться, ползать и ходить в первые годы своей жизни. В результате занятий по методу Фитнекрайза улучшается функционирование тела, расслабляются болезненные мышцы и снимается нагрузка с суставов. Как и в прочих формах человеческого обучения, эффект от уроков по методу Фитнекрайза однокопительный. Под чутким руководством опытного специалиста у вашего состояния появляется стойкая тенденция к постоянному улучшению. Вы сможете открыть для себя ранее недоступные горизонты возможностей. Вы сможете ощутить качественно новые уровни легкости, комфорта и удовольствия от жизни. И вы удивитесь, когда обнаружите, что способны делать вещи, которые раньше считали невозможными. Вместо того, чтобы пытаться вернуться назад к норме, вы станете смотреть вперед, стремясь стать лучше, чем когда-либо. Люди, которые занимаются по методу Фитнекрайза, отмечают повышение уровня осознания собственного тела, самоуважения, жизненные силы и оптимизм. Они чувствуют себя независимее и увереннее перед лицом трудностей и испытывают живое любопытство, пробуя новые виды физической активности. И как говорил Маша Фитнекрайз, я стремлюсь не к гибкости тела, а к гибкости ума. Я стремлюсь вернуть каждому чувство человечества достоинства. Итак, можно сказать, что метод Фитнекрайза — это своеобразная тай-чи, которая была вновь изобретена, но уже в понимании европейского человека. То, что тысячи лет до нашей эры открыли йоги, мастера тай-чи, именно тот факт, что тело и разум едины, и что нужно жить в гармонии с природой, с телом и с разумом, это вновь было открыто на основе самых передовых достижений науки, неврологии, анатомии, физиологии человека, что доказывает, что действительно факт единства тела и разума — это истина, и нам стоит внимательно к нему приглядеться. Каким образом работает этот метод? Дело в том, что существует несколько видов обучения. Существует обучение академическое, когда человек познает что-либо с помощью фактов, написанных в книге кем-то, кто уже это аналитически продумал, когда мы постигаем мир умом. А существует другой вид обучения. Обучение соматическое, органическое, когда мы узнаем об окружающем мире с помощью нашего тела, с помощью каждого рецептора, который у нас есть. И именно соматическое обучение более всего подходит для работы с пациентами, для того, чтобы эффективно придать им здоровье в ходе нашей работы. Как это работает? Например, пациенту можно очень долго расписывать и показывать на графиках, как стоять ровно, как ходить прямо, какая осанка оптимальна. Но пока пациент сам на себе не ощутит именно оптимальность статики и что это за чувства, для него наши объяснения будут только пустыми словами. И вот метод Фельденкрайза, как очень удачный метод соматического обучения, он в двух формах работы показывает пациенту, как можно изменить свое поведение, свои движения, чтобы добиваться хороших результатов и постоянно улучшать свое физическое состояние. Есть форма работы с группами, когда вербальный инструктор направляет движение, людей в группе. И это простые, очень медленные движения, мягкие, которые строятся от простого к сложному, с целью улучшить какую-либо функцию. Есть множество уроков по методу Фельденкрайза, сотни движений, начиная от функции всего тела, разгибания, сгибания, скручивания, дифференциации разных движений, заканчивая разработкой стоп, пальцев, языка, глаз. То есть это очень хороший инструмент в работе кинотерапевта, так как хорошая база для упражнений, которые можно давать пациентам. Становишься гибким, можешь построиться под любого пациента. У тебя есть очень большой рисунок действий, который можешь выводить. И также в методе Фельденкрайза есть форма работы с пациентом тет-а-тет. Когда пациент лежит на кушетке, в полностью расслабленном состоянии, и с помощью прикосновений, мягких давлений, или движений, которые делает за человека сам кинотерапевт, сам специалист, мы как-то ведем кинестетический диалог с телом. Мы рассказываем пациенту историю руками. Мы учим его ощущать лучше свое тело, возможности движений. Дело в том, что когда человек научился, скажем, поднимать руку, он всегда это будет делать так, как он знает об этом. А если мы ему будем делать это движение, то тогда у него есть возможность прочувствовать несколько другое построение этого действия и выбрать между тем, что ему больше нравится. Так мы будем постоянно привносить какой-либо прогресс в действия пациента. Можно продемонстрировать на сзади какое-либо простое упражнение. Очень гибкий метод. Можно заниматься в любом положении, стоя, сидя, лежа, и не требовать специального оборудования. Поэтому вы можете даже, сидя на своих местах, сделать одно очень простое упражнение. Для этого вам надо просто подвинуться ближе к краю стула. Можете, не стесняйтесь. У всех получится. В любом возрасте и физической форме это все доступно. Вы подвинулись на краюшек стула. Стопы, ног касаются пола полностью. Попробуйте повернуть свою голову направо, налево. Как будто бы хотите посмотреть, кто сидит за вами. Кто стоит в очереди за вами. И вы попытаетесь прочувствовать, в какую сторону поворачивается лучше голова, в какую сторону вы испытываете какое-либо ограничение. В какую сторону вам больше нравится двигаться. Есть ли какая-то разница. А также, пока вы поворачиваете голову, можете задуматься, что двигается, что участвует в этом движении. Может быть, шея. Может быть, вы почувствуете какое-либо движение в плечах. Может быть, двигается грудная клетка. Есть ли движение в пояснице. И теперь попробуем улучшить поворот вправо. Для этого правую руку облокотите сзади себя на стул. Облокотитесь правой рукой на стул. И в этом положении, когда вы уперлись рукой в стул, поворачивайте голову вправо, смотрите через правое плечо. Возвращайтесь обратно в расслабное положение. И снова поворачивайте голову вправо. И повторяйте так много раз, медленно, в пределах комфорта, не выходя за рамки приятного движения. Ощутите, как положение руки может быть увеличивает амплитуду движения. За счет чего? Может быть, за счет того, что он освобождает грудную клетку. Сделайте еще несколько раз это движение. Прочувствуйте, работаете поясница. Что делает таз? Может быть, немножечко есть перенос веса влево-вправо. Положите руку вправо и обратно на колени. Сделаем небольшую паузу. Паузы нужны для того, чтобы информация, которую вы получили, улеглась в вашем разуме. Теперь снова поставьте правую руку сбоку от себя, упрекись в спинку, ну, сзади стул. И левую руку положите под подбородок, вот таким образом, тыльной стороной руки. Локоть свободен, свисает. Просто вы зафиксировали тыльную сторону левой руки под подбородком. И в этой конфигурации, не теряя контакта руки с подбородком, поворачивайтесь вправо, медленно и спеша, и возвращайтесь в центр. И снова вправо. Обратите внимание, двигаются ли глаза в направлении движения. Либо вы смотрите на меня, и глаза не отрываются, хотя голова поворачивается. Поворачиваемся именно в правую, в сторону руки правой, которая уперта в стул. Вместе с левой рукой. Все вместе работает. Обратите внимание, как вы дышите. Делаете вы это движение на вдохе или на выдохе? И что участвует в этом движении? Чувствуете ли вы, как двигаются ребра? Может быть, двигается поясница? Снова отдохните, положите руки на колени, пускай мышцы расслабятся. Теперь еще одно движение. Также правую руку упрем за собой в стул. Левую руку положим тыльной стороной ладони под подбородок. Как в предыдущем движении. Повернитесь вправо. И останьтесь в этом положении. Вот вы повернулись вправо и задержитесь в этом положении. Теперь переводите только глаза. Влево и вправо. Влево и вправо. Только глаза двигаются. Как будто вы осматриваете комнату на уровне горизонта. Влево и вправо. Прочувствуйте. Может быть, от движений глаз что-то есть микро напряжение, микро работа в шее. Потому что на самом деле глаза, мышцы глаз рефлекторно соединены с мелкими мышцами шеи между первым и вторым подборком. Теперь снова расслабьтесь, вернитесь в центральное положение. Может быть, уже начало изменяться что-то в вашем ощущении тема. Может быть, вы больше правой седалищной костью, левой седалищной костью облокачиваетесь на стул. Может быть, вы по-другому чувствуете левую и правую сторону туловища. И еще один раз. Правую руку прийти за себя. Левую руку положите под подбородок. Повернитесь вправо. Останьтесь в этом положении. И в этом положении нужно будет приподнимать левую половину таза от стула. Приподнимаете левую половину таза от стула. Потом медленно опускаете ее. И снова приподнимаете. Прочувствуйте, как вы переносите вес. За счет чего происходит этот перенос веса? Что позволяет вам это сделать? Может быть, движение грудной клетки. Может быть, ребра с левой стороны приближаются, а с правой стороны раскрываются, как вея. Не теряйте контроль дыхания. Дышите свободно. Простое свободное дыхание. Любое движение не должно прекращать вашего дыхания. И снова расслабьтесь. Отдохните. И теперь проверьте, как вначале. Проверьте. Поверните голову направо, налево. И посмотрите, если, может быть, поворот вправо стал свободнее. Может быть, вы видите уже дальше, уже не непосредственно сидящего за вами человека, а через одного, правее. Может быть, угол обзора увеличился. Теперь остановитесь и просто прислушайтесь к своему телу. Появилась ли разница ощущений между правой половиной левой полночи. Может быть, правое плечо ниже. Может быть, правая половина лица расслабленнее. Таким образом, можно было бы сделать и в левую сторону, но мы предоставим эту работу вашему мозгу. Когда вы встанете и пойдете домой, и будете идти по улице, и вести машину, делать повседневные действия, ваше тело будет ощущать разницу между половинами. И автоматически на подсознательном уровне мозг будет пытаться привести все в равновесие. Тем самым вы получите возможность обучаться, чтобы одна половина туловища обучалась у другой. И выбрать, какая часть вам больше нравится. Та, которая сделала упражнение, или та, которая еще не сделала упражнение. Вот подобные уроки можно делать на работе, можно делать незаметно для глаза в транспорте. И именно нервная система регулирует во многом состояние нашего физического здоровья. Потому что мышцы – это самый большой орган человека, который мы можем сознательно контролировать. Следовательно, работая с движением, работая с мышцами, мы можем какие-либо приносить результаты, изменения в телесную структуру человека. И этот метод, он подходит любому. Можно заниматься как с новорожденными, так и с людьми пожилыми. Можно с людьми с ограниченными возможностями заниматься. И также от этого метода получат огромную пользу спортсмены, либо артисты, которым нужно из таланта стать еще талантливее. А те, у кого нету таланта, с помощью этого метода могут найти в себе какой-либо талант. Потому что, когда тело становится более сбалансированным, движения становятся более легкими, у вас появляется ощущение, как у детей, что вы можете все, что вы все сильны. Когда любое движение вам доступно, когда вы в любой ситуации уверены, что найдете путь к ее решению. Этот метод не то, чтобы механически устраняет определенный блок суставов или определенную напряженную мышцу, но в целом учит вас учиться, учит слушать ваше тело, учит его понимать и дает некоторые инструменты, например, упражнения к саморегуляции. Даже есть специалисты, которые работают с домашними питомцами по этому методу и очень даже работают. Но это на западе, у них люди все здоровые и уже принимаются за братьев меньших. В целом, очень приятный, очень нежный, очень легкий способ познать себя через движение. И для специалистов кинетатерапии может представлять интерес посредством того, что, во-первых, новинка, которая только входит в тренд, и мы здесь первые, кто говорим об этом методе. А во-вторых, дает ответы на многие вопросы. Дает ответы на вопросы, почему сканибоз, почему суставовость, почему начали разрушаться диски там, а не в другом месте. Да потому что этот метод смотрит на тело, как на комнату. То есть болит поясница, а может быть, потому что зажатый шею. И изучая себя в возрасте на движение, вы находите причину. Вы слушаете себя и можете понять, что у вас не так. Вот такой метод. Если есть какие-либо вопросы, с удовольствием отвечу. Хотя, может быть, много информации, и надо ее обдумать, и вопросы появятся больше. Спасибо. Я хочу поблагодарить Александра за познавательную информацию. Действительно, метод очень интересен, он очень познавательен, и, что самое интересное, он очень прост. Но очень прост. Действительно, если есть у неё цели, То есть у車? Или как olmaz? Или в ходе тремат, или в ходе тремат? Или в ходе тремат? Искам, да, это очень хорош. очень много информации о том, что он будет потерять первые движения, и вы уйти, и уже будет концентрироваться на то, что он будет уйти. То есть, 45 минуты, 1 часа, это достаточно, для того, чтобы создать лекции, идеи, чтобы уничтожить то, что он будет уничтожать. И они так выглядят. Как и детство. Мошефилдин Краескарь, который использовал эту методу, который использовал эту методу, он сказал, что для того, чтобы выяснить, что вы должны сделать несколько изменений в вашем сердце, и, в целом, лучше сделать это зилник. Но зилник, 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 даже 2 раза в день, потому что у них были результаты у них был аналлоген. У них было ухлопа, 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 В процессе вытаскиваетесь за овтарь или за овтарь, и вы можете обучить этот экспертизм, и вы можете подключить этот экспертизм, и вы можете поедать постуру и вы сможете вытаскивать. Дальше, в основном, в основном, что с которой практиковать эту метод в Европе, они указывают, что учитывая ценность может быть выполнена, Если вы делаете тратим тратим дураком, 1, 2, 3, то вы сможете делать 3 раза в саптаману, для того, чтобы вы получаете несколько зимы паузы, для осознания информации, для того, чтобы выжить врача из зимы по зимы, чтобы выжить схемы, которые вы получаете. Но, несмотря на то, что у вас есть пациенты, которые выходят из-за того, и они могут делать несколько упражнений, 2 раза в день, 2 саптам, а потом пауза, а потом и армия. Река, спасибо делаю отчастную методу. Спасибо большое, Александр. Теперь хочу добавить, что мы эту методику внедрили в центр физической реабилитации Кента Плюс, уже есть хорошие результаты. Она очень проста для понимания. И когда мы начали раскладывать его составляющие, мы поняли, что кирпичики – основные схемы, из чего состоят эта методика, нам глубоко известны. Это наши простые функциональные движения. Если проанализировать, как мы двигаемся, как мы ходим, двигаемся, садимся, встаем, то это и есть методика. Спасибо большое, Александр. Александр, можно обращать диплом? Спасибо. У меня лично полное ощущение, после того, как мы позанимались, если я не мог ворачиваться в лево, то потом, ну, градусов, наверное, на 15 я повернул. Так что, спасибо большое. Я вам сказал, что я, с приобретением, с приобретением внести техники для жизни в курсе. Итак, у нас осталось что-то участие. Сейчас выступает компания «Физиолайн», за ней компания «Кенстера». «Физиолайн» внести на центру Людмила Олинни, которая называется «Кинопотерапиот». Внести, которая является доказательной обновательной методой для реабилитации. Внести около roadmap «Эмы» в� attacker, Внести про КэмС-имулатор. Он может использовать гуслиру, и все группы all-человек, но и гуслины, помогающиеся необходимы в спортивные тренажеры. До этого они признаны достаточно эффективные и только тренировки с аппаратом МИХА БОДИТЕК. Дальше. У нас еще много. Скажите, дурмила Олейник. Продолжение следует. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Олейник. Я представляю Центр Физиолайн Здоровья. Я являюсь персональным тренером МС Фитнес. Попробуйте слайд. На третьем слайде там должно быть видео. Третий слайд поставьте. Может, с третьего слайда включите видео. Третий. Последнее видео должно получиться сто процентов. Третий слайд. Третий слайд. К сожалению, видео не происходит. Но я покажу наглядно. У нас есть такой костюм МС, это для МС Фитнеса. Я расскажу, что такое МС-фитнес. МС-это электромиостимуляция. В основе электромиостимуляции лежит способность мышцы сокращаться с ответ на раздражение. Естественным раздражителем мышцы является электрический сигнал, который поступает из головного мозга. Под этим воздействием работает и наш аппарат. То есть у нас идут сигналы на раздражение, то есть на сокращение мышцы извне. Из аппарата не будет это. МС-фитнес работает как усилитель природного сокращения мышцы, который вызвано биоэлектрическими ибусами. Они посылаются с мозга при каждом движении, которое мы совершаем. Во время 20 минут на тренировке МС-фитнеса у нас работают практически 560 групп мышц из 640. То есть работает это под воздействием того, что мы одеваем специальный костюм МИКО-БУДИТЭР, и у нас мышцы сокращаются в твое, в трое раз больше. МИКО-БУДИТЭР – это немецкий МС-тренажер. Он работает на трех основных принципах. Это обмен веществ, красная тренировка и боди-релакс. Боди-релакс – это завершающий режим электромассажа. Тренаж у него на крепли, лимфы – это межтканевая жидкость и нагрузка к мышц. Аппарат МИКО-БУДИТЭР, он генерирует точно такими же импульсами, которые через плотно прилегающий к лобищу специальный электродный жилет. Вот он предоставлен на стоечке. Есть еще дополнительное у нас приспособление. Это крепление на руки, пояс на ягодичную мышцу и на ноги. Для мускулов не имеет никакого значения, откуда исходит импульс. Они реагируют всегда одинаково, и они начинают сокращаться. Импульсные токи, выдаваемые тренажером, абсолютно безопасны для организма. Они, поскольку со своим параметром, они идентичны с электрическими импульсами, которые идут от головного мозга к мышце. Вот такие воздействия у нас мышцы сокращаются. Немецкий тренажер МИКО-БУДИТЭР, уже можно включить так и слайд. Немецкий тренажер МИКО-БУДИТЭР, он имеет превосходную мировую репутацию. И этот аппарат, он помогает тысячи людям не только в Германии, но и во всем мире. В Германии насчитывается уже около 4500 студий. К сожалению, у нас в Модове только одна студия, а не с бизнесом. Какие плюсы этой тренировки? Мы не тратим время на посещение зала. То есть на посещение зала нам нужно максимально полтора часа для того, чтобы приобрести какой-то результат. Здесь этот аппарат делает буквально за 20 минут. То есть вам не надо ходить три раза в неделю в зал, вам достаточно один раз в неделю 25 минут заниматься с нашим аппаратом. И вы достигнете любого результата. Это коррекция фигуры, улучшение осанки, реабилитация и так далее. Каждая МС-тренировка прорабатывает глубокие мышцы спины. Также тренировка плюс руки в этой тренировке, она не оказывает нагрузку на суставы и на позвоночник. В зале такого мы не можем наблюдать, потому что мы работаем соутяжелителем и так далее. Заниматься этим видом, можно сказать, спортом сможет любой человек, даже тот, у кого есть проблемы с позвоночником и которому просто-напросто нельзя прийти в зал и позаниматься. Сегодня электрониостимуляция является необходимой частью медицины и клинической реабилитации. Эти технологии с учащими программами тренировок направлены на укрепление всего тела и сустава. Применяется при мышечных каких-то проблемах, если у человека есть проблемы со спиной или после реабилитации, если у него была поломана или рука, или нога, тоже можно восстановить мышцу, которая была трактирована. В приборах ВИХАБУДИТЕКТ в нашем центре возможна коррекция позвоночника за счет укрепления мышечного хорсета и устранения мышечного дисбаланса. К нам, в наш центр приходят люди с проблемами спины, после первой тренировки буквально, если у них был, допустим, мышечный какой-то дисбаланс был, то он уходит. Также занимаются в нашем центре люди, у которых проблемы с межпозвоночной плющей, у кого сколиозы, тоже накачивается мышечная масса. Если можно, включите видео, пожалуйста, про реабилитацию. Тренировка с ВИХАБУДИТЕКТ отличная профилактика такой болезни, как недержание мочи или помощь над обедой над ней. Уже после первых занятий на ВИХАБУДИТЕКТ происходит укрепление мускулатуры в области малого таза, что помогает уменьшить жалобу клиентов или полностью их устранить. Также ВИХАБУДИТЕКТ оказывает послеродовой период. Это быстрое выставление прибыльной фигуры и укрепление всех мышц после родов. Реабилитация больных после инсульта – одно из направлений использования МС-тренажеров. Как мы работаем с этими людьми? То есть мы включаем, мы одеваем специальные костюмы для больных после инсульта. Они садятся на специальный буфик и просто через них выходит электрический импульс. Эти импульсы, так как они не могут запрещать мышцы, так как у них центральная нервная система проблемы, эти импульсы помогают мышцы развить. То есть те мышцы, которые уже аттрапировались, мы этим тренажером укрепляем мышцы. Есть некие противопоказания, которые нельзя приходить в наш центр. Это если есть кардиомиосимулятор, если есть эпилепсия, беременность, тяжелое нарушение кровообращения, грыжа в брюшной полости, опухольные заболевания и заболевания внутренних органов. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить на любое. Спасибо большое за выступление. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, задавайте. Ну, в таком случае у меня будет вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, в чем является преимущество Вашего метода? Ведь можно же воспользоваться как ножом грузовом. Преимущество такое. Во-первых, мы не тратим много времени. То есть нам достаточно заниматься 20 минут в неделю. Это не каждый день, а в неделю. Во-вторых, нагрузки не идет ни на суставы, ни на позвоночник. Мы работаем без утяжелителей, без каких-то других инструментов, можно так сказать. Еще какой плюс. У нас за одну тренировку прорабатывается 9 круг мышц. То есть мы можем работать на одну кругу мышц, но у нас включаются в работу и другие. В тренажерном зале за полтора часа, это пример исследования немецких ученых, они сделали такое исследование. За 20 минут на тренировку у нас сокращается 540 мышц. Это за 20 минут. Если мы работаем в тренажерном зале, за полтора часа у нас более 100 мышц только работают. Поэтому это можно сказать в 5 раз больше улучшения и так далее. Есть люди, которым противопоказан просто тренажерный зал. Они приходят к нам и укрепляют свое здоровье. То есть есть очень много плюсов. И это нормально, что мы уже встали. Ладно, просто распространяем. Я буду показывать, хорошо. У всех утре камеранцев производятся, что это индивидуально. Это индивидуально в самом деле. Да. Это индивидуальная тренировка, как бы выработанная. Экипомет был один, у нас есть индивидуально в самом деле? Так. Нет, он на всех. Есть индивидуальный костюм, который одевается специально от папчатой бумажки. А эти костюмы, они... Здесь есть электроды. Сейчас я покажу. Вот такие электроды. Плюс еще есть дополнительные. То есть они смачиваются водой. Немцы придумали такую методику, что вот эти электроды, они уже идут дать могут реально. То есть никаких... У меня еще один вопрос. Скажите, можно уйти в ваш центр и опробовать методику? Да, конечно, можете уйти в наш центр, записаться по телефону. И мы вас будем ждать, попробуйте методику тренировки. Спасибо. И я хочу уточнить в маленький момент. Если вас правильно поняли, то надпуска идет сразу на мышцы? Да. И тем пациентам, кому противопоказано... Даже не противопоказано, а у кого есть проблемы в плане костиохондроза, в плане заболеваний суставов, и им сложно играть в жирный зал, то можно реабилитировать мышцы локальные, тем самым возвращая функциональность самой мышцы. Еще какой плюс? У нас не работает только большая другая мышца. Доходит домик чаще другая мышца. То есть сокращаются те труднодоступные мышцы, которые просто очень тяжело, допустим, сократить при занятиях в зале. Человек... К нам больше обращается в людей, у которых есть проблемы со спиной, которые не могут себе просто позволить ходить в зал, потому что, ну, уже есть какая-то проблема, чтобы не усугубить. Они приходят к нам и занимаются, спокойно управляют, улучшают свое физическое состояние. Это раз, приобретают фигуру. И плюс, здоровая спина приветствуется всегда. Спасибо большое. А кого-то еще есть вопрос? Подтянуть мышцы прессы, им тоже есть одно? Конечно. Подтянуть мышцы прессы, ягодиц, это проблема, мне кажется, у многих женщин. Многие обращаются за этим, особенно после родов. Восстановление после родов намного быстрее, потому что мышца... Под воздействием тока мышца быстрее, больше сокращается. И вам не нужно измерять себя тренировками, а буквально за 6-7 недель привести себя в форму. То есть это минимально. У каждого, конечно, у каждого организм индивидуальный. Я не могу сказать, что какой-то клиент придет, и он за 4-5 недель приобретет форму. Так что, понимаете, 4-5 недель – это 4-5 длеров. То есть вы занимаетесь один раз в неделю. Были случаи, когда, если к нам приходит человек более подготовленный, как бы разрешается заниматься два раза в неделю, но мы занимаемся на разных режимах. Есть режимы у нас именно глубокие, то есть мышечные, и есть нефандренажные режимы – это более схожие. Работа с кожей. Работа с кожей. Кого еще вопрос задавайте? Я расскажу все. Сколько стоит одна процедура? Смотрите, значит, вы приходите на пробную тренировку к нам. Мы смотрим, как вы подготовлены. Если у вас все хорошо, если вы проходите пробный этап, то есть вы после тренировки чувствуете себя нормально. У нас есть пакеты, как бы цену я не распространяю. У нас есть администраторы, которые могут позвонить, как бы и спросить по поводу цены. Огромная тренировка. Сейчас у него стоили у нас видно. Так что приходите, попробуйте, что это такое. Оставьте свои координаты. Да, хорошо. Виситочки на входе, возьмите в центр физиолайн. Спасибо большое. Еще вопрос задавайте. Ну, даже не вопрос, а тоже маленькое понимание. Я так понял, что в вашем центре девушка, которую хочет забереведить, может подготовить свой организм крови. Да. И девушка, которая уже родила, она может выйти из этого состояния очень качественно и быстро. Да. Укрепить мышцы. Лично с моего опыта, сколько я работаю в этом центре, три женщины уже более, как бы, ну, в возрасте, можно сказать, уже второй ребенок, третий. Действительно ходили для укрепления мышц, брюшной полости. И потом забереведенными, вот сейчас ждут выполнения, потом опять к нам придет на тренировку. То есть, восстановление проходит быстрее и еще какой плюс, особенно для женщин, которые имеют детей, в зал они просто не успевают. Даже если у них есть няня, они не успевают пойти в зал за полтора часа, они должны потратить. В нашем центре ты тратишь на переодевание, на душ, максимум 40 минут 10 медлительных человек. А так, за полчаса мы справляемся и человек уже готов. Прекрасно, спасибо большое. Я прошу поблагодарить всех представителей визиолайне за прекрасное выступление. Подождите секундочку. От Александровской конференции, от организаторов мы хотим вам крупночный диплом. И желаем вам удачи, счастья и творческих успехов в вашем бизнесе. Следующий участник завершает нашу преференцию. Это представитель, он является представителем компании Ginetotera, основатель Владимир Бачизат. Ададырт для нас, л tiveанит Кинетотера, генерированствоove ментоген ментом, в отношениях для аппарата луко-мотов, нейрология, ортопедия, пост-traumатик, пост-опературе и т.д. Здравствуйте! Меня зовут Дени Ботезатор, собирая Дени Ботезатор. В то же время, я инструктор в панажаре биологическое. Наверное, вы увидите эту методу или вы не знаете, что-то несколько лет, а именно спортивные. Я инструктор, акредитата в компании физио-техоланда и мембру Академии физио-спортерапии в Романи. Акум, сейчас я предаю курсы в Романи. И здесь я принесу чтобы сделать о маленьком презентации об этой методе. По-техали, чтобы у вас вы начали кнём для первого года. Наверное, что уже знакомы, я уверен, что они знакомы. И И... Я здесь есть несколько поз, по-моему, мы обсуждаем, по-моему, мы будем говорить о вопросах. И, в основном, вы можете посмотреть несколько пандажей для обыкновения в определенные проблемы в организме. Иногда. Значит, пандажа кинезиологической. Пандажа кинезиологической это отражение для развития который используется Банда эластичная. В скопу, тратя рефекционирующие мышцы. То есть, для начала, мы говорим только о рефекционе мышцы. В прошлом, я уже говорил, что рефекционирую мы будем использовать эту рефекционную рефекцию. Эта рефекционная 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 рефекция. То есть, это банда элезива, которая есть конфетенция, из-за материала, натурал. Она не имеет никакого медицинства. И в презентации сегодня, я вам предложу, что вы можете сделать, чтобы вы понимаете, как и вы понимаете, эти методы, которые позволяют делать, что программы, они поселяты решение внутреннего для организма. В этом случае, когда рефекционная рефекция, мы проводим или начнем процессы на рефке организму, используя или режимную рефкуру, как правило, то есть, что образование учебного веществ не принесет Оsen Midwestной стабильности. Эта бандLC有沒有 удержание и стабильность. И противоположность, 没атьсяальноеazar пом urge имотoudа uncisco. Эта бандLCA, когда подписываемой банTIA, значит, она приводит madre или остроты. Эта банд patients об tails управлять, но под supercom в Ether Sanctิ И Важенство. Амплитудуя Пишкаря. И это и авантазия в пензилах кинезиологических, потому что это очень важно, чтобы помнить, если это возможно, Амплитудуя Пишкаря. Потому что мы все знаем, что если мы говорим о имобилизации, конечно, это очень важно, после имобилизации есть определенные проблемы Пишкаря, которые используют, после этого, о recuperании, что, может быть, очень долго дурак. Эта метода, в ани 1970, в начале 1975, она была, она была создана, из-за доктора Жаконинский Азокаси. Для первого года, Эта методика, люди видели эту методику на Олимпиаде в 1988, в СССР, в Корея. И сейчас есть некоторые полевики в этой направлении, кто имеет методика в Западе или Корея, но, конечно, эта методика в Западе является западным. В Европе эта методика в первую очередь, в 1991, а футболист, Alfred Neiheis, из-за футболицы, Футболицы, в Европе, а футболист в Европе, в Европе, и в Европе это было обнаружено, и они были заметны, что спортивы могли обеспечить их в состоянии, несколько бесполезных, не понимать, что это было. И они были называть и у них в Европе, которые они изучили эти методы, и они были созданы в Европу. Эти методы эластичные эластичные у них были созданы по базе на штинице-мишкаре, для кинезиологии, кфитологии. Мишкария и активистой вещества вещества с эссенциальными вещества и вещества вещества. На целе эстетии, вещества, вещества,رتуме blow controvl Северной вещества, крича обещества , веществаommy энергии созданы эластичныеmi, иollги для работы cabраката сочи. Вегон, вещества daggerguилаou ассенциальными веществами светлана, в сед addition has dich gotta sample noise и мы можем, без эморганизации, что мы можем, без эморганизации, сделать эти вещи. Бенефиций. Это очень важно, для того, чтобы вы понимали, что эти методы. Эта метода использована в успехе для специалистов, для каждого человека. Она может быть использована на пациентах, как спортивы, родственники, пациентами, операций, пациентами, пациентами и многое, многое. Существует, что эта метода может быть использована даже для детей, в умных условиях. Я лично, я думаю, это тоже для детей, которые были в двух дней после мастера. В определенные проблемы. Она может быть использована для технических операций, лимфатических, урологических, пациентами и пациентами. Если эта метода будет использована, то есть эффекты, эффекты, имелины. Эта метода будет использована. Эта метода будет использована. Эта метода очень полезная, очень полезная, очень полезная, очень полезная и эффективная это эффекты, даже, иногда, магические. очень полезная, очень полезная. Многие люди им дают вопрос, что медициняты? В принципе, когда они скажут, что не имеют никакого медицинства, это не может быть объяснены. Эта методическая методическая для тратания для некоторых эффекций, на травмы крови, вирусы, 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 вирусы. Вирусы. как вы видите, мы можем treating партнерию 즉, дурелиной, вирусы. Эта метода способная методическая спротивация республика вирусы. И не помогает никакой methodology. Мы используем эту методу, например, даже в тратаменту броншитилу кроничу, прохту племониилу obstructиву кроничу. Мы используем методы и корректия почерудового ребенка. Мы используем методы для восприятия дурой дикальной. Тратамент, который действует 24 в 24, 7 дней через 7, и не ограничивает мышление. То есть идея-у это, что патна, когда расп obrigается в живот, акционирует от времени, когда она работает. Если вы ищете Stuart, в ром��ную часто это выключает патна на кухню, и это несколько поведение от 5-7 дней, как это доп。 Патна, почему дурят действие. Весь год, в том же составе этого года, куча с определенным дурой дурятаменту, когда нужно будет действовать, и иначе романтируйте на любви, и на любви, оно будет шиемпажем на 5-7 часа, или это будет уже реформироваться. По-то стимуе может быть как методо alternативо для романтина. Однако эта метода, это вполне-то, и это дополнительная. Она не может быть использована как методо базы, это дополнительная методика, например, генетипетической, или массажа, или романтируя, но в большей части, что есть много эффекций, которые мы можем делать в тратном медицине, до 80%. Это активно, как предыдущий, для пациента. Это метод и ефтен. Это метод и ефтен. Если мы все-таки обнимаем парантезы, мы можем сказать, что у жаденца может быть 350-300 лет, Дальше, например, но банка находится в душе, а значит, это окончательно, что это за месяц. Банка кинезиологическая это, в бамбаке 100%. Взрослая, в форме в баллуре, в адеквате глилик, в гипоалергию, в страте адеквате, в страте анти-алергию. Я могу сказать, что это не было ни в целом Эти такие от 그거, которые которые находятся в embudeanne и надеции при обеях животные. Банда ferm mem ζTh� في hoja есть и позволяет ему заменитьệрь на спинах. Ой, почуды, хоть немного заработю, докidir В societal протяжено частей среди годы. Это резистентная вода и может быть куртат в 3-7 зимы, но есть определенные аппликации, которые могут быть куртат и даже в 10 зимы. Например, в кастре это говорит о дренажном инфаркте, что мы видим еще несколько поз. Батт акционирует пантином в то время в которые они будут куртаты в корт. Идея это, потому что эта банка, в том числе, это эластичная, и это эластичная, и это эластичная, от 140%. Эластичная эластичная мы можем играть, мы можем влиять на наиболее тело, чтобы получить результаты, чтобы стабилизировать, у стабилизации, у артикулации, для того чтобы получить лукой мышцы. В этой банке мы можем, или чтобы тонировать мышцы, или чтобы relaxать мышцы. Но для этого есть необходимо для знания, обоснования, для анатомии, биологии, биомеханики. То есть, наиболее специалисты. Для этого я, как инструктор, и для человека которые используют эту методу, это уже не много лет, и с успех, я рекомендую персоналу, никогда не используйте эту банку, но для специалистов, но для специалистов, но для специалистов. Банка не вызывает дискомфорт, и не лимитирование. Как у вас обсуждает, что банка не лимитирование, уже, а пройдет на слайдер, потому что это очень важный момент. Если есть возможности рецепт в сильном がруле, в положение, в форме любая мишкария, это значит ли бред, это была сделана и это будет сделана. В общем, много раз, появятся даже и наши верные спорации. Да? Омен�а не упрase格, и упроста много, плензор собрался, плензор все взяли, и в общем, и изменили, и действительно установил неоплатный апартус. Сcurд costов, возможно, в отношениях, по-другому, в реализации медицинской области, которые не присутствуют ракеты, или мозг. Банда может быть использована как тратамент базы, и в эксперименте и в дискуссии с пациентами. Банда, который будет использована, в том числе техники специальные, и в том числе, в том числе и в коем случае, вы можете, в данном моменте с 10 месяц, вы можете, в этот момент, вы можете, самое время, в зависимости от механизма умерзла. Бензия лагерда, в зоне в ге, смешной системы, в выключатель и древнец. Этим, вы можете понимать, как работа работает. Банда, в том числе, если в стебе работаете, панда сломаном степеново-мускуларного химологического генеза. Значит, эластичность Пензи это, выполненно духовная, или что будет позволяет им результаты, чтобы мы собираем с другими темы. И здесь что словно? Эластичность Пензи в скрывании с уголок и пьеры создает эффектifs в страте в пьер. Равляя этот эффект, мы создали многих эластичных спайцев, но в зоне субходонадка, с горя. где находятся различные рецепторы, ассамуинные и лимфатические. Эффекты преодолевания между бандой и пьем позволяет пищу физиологическую. То есть, банды активно употребляют по корпусу, которая возникает пищевые, которые стимулируют пищевые, и приводят процесс работы организма, с помощью циркулации лимфатические и лимфатические. Эффекты увеличивания в пьем, внести циркулации и лимфатические, внести циркулации и лимфатические, астет, пресиуя и лимфатические, и стимулируют сширение лимфатических. Эффекте лимфатические. Здесь, аз с презентациями, в основном, эффекты, как улучшение в пьем, в любом случае, вы были пациентами и улучшения и вы получили проблемы. Для нас и для меня, Это очень важно. Если у нас есть проблема, которые включают у СИНДРОМ ДУРЕРОС, то первым образом я начинал с этим, агентство, это иммунная дуреи. Медико просит мне сказать, что у тебя уже есть хорошо. Но я дурею, для меня не так хорошо. Для меня это важно, Я не думаю, что я чувствую себя чувствуя. Поэтому, банка, для того, как правильный способ, улучшает дурение. Как и у пастилы, например. И если пастилы это помогают в дураку, то это означает, что я чувствую себя чувствуя. В случае этого, если это возможно, то есть дурение с банкой, это означает, что это требует эффект. В общем, это функция muscularа. Реклама в том направлении. Если у мужчин есть супругов, и есть дурерос, то есть банка, для релаксов, для релаксов, то можно релаксовать мышцы. И если мышцы очень пласы, то есть релаксы, то есть релаксы, то есть релаксы. Это может быть сделано, но иначе, в различных знаниях, и теологии. Существует функция, в том числе, в том числе, в том числе, для релаксов, для релаксов, для релаксов, в спастие. Инфлюентировать позиции артикулацией, то есть если артикулацией требует корректно, то мы можем чувствовать позиции так, чтобы провокировать корректные продолжения. Инфлюентировать реакция в движении и увеличить стабильность артикула или muscular. Неудравить прогрессия, в случае в церкви и дренировать, то есть в случае, когда мы имеем, если у вас есть улучшение то есть если у вас есть партнер, то есть у вас есть партнер, то мы можем сделать это, что используя с другой техникой. У нас есть много техники. И только у специалисты по-настоящей техники должны быть использована для определенных проблем. Инфлюентировать в neurorefлекторе. Так. И теперь мы уже будем показывать в качестве использования в качестве использования и в первую часть в данном случае это предпочитает тратиментом афекции нородопедики и травматики. Доксация, торси, фрактуры, дозвурови статичные, в вертебрады, в сколиозе, в церкви, в церкви, в церкви, в церкви, в первую очередь, в церкви, в церкви, в течеркум И, конечно, не только Банда, а также кинетоперапия. Но Банда, который в процессе recuperания, практически, если, в общем, с обеспечением процесса recuperания декилов, который не был функционал, который был дурак 6 лет, в 2-м году декилов был полностью. Второй позе, есть визитка о чипозе. Боиатът был грабовит. Банда есть неопликата, я ничего не слышу, я слышу только в первые 2-ые решения, что они существуют. Банда есть использована по наниму тиндере, но тиндерея предыдущая специальность, для того, чтобы не чувствовать, и для того, чтобы не чувствовать, и в так же время есть эффект. И на третьей позе, есть представлены банда, а также на плате. Так, может быть использована, Например, спондилоза. Спондилоза. Мы знаем, что остеохондрозы. Здесь есть борьба от пациента с дурельной чехой. Дурельной чехой достаточно акутой. С этой бандой, дурельной чехой, начинают с тракт на 2-е, но они сцеплены. Но они сцеплены, потому что они начинают церковать на уровне сердечного и рака. На 2-ую позу есть борьба в токт на 2-е, а в токт на 2-е, в токт на 3-е, в токт на 3-е, и в токт на 3-е, и с бандой, мы можем, в токт на 2-е, расшать мышцы, и в токт на 3-е, чтобы создать стабильность. Маматурный токт на 3-е, может быть сцеплены из-за того, когда люди не могут сцеплены на 2-е, а в токт на 3-е, а в токт на 3-е, а в токт на 3-е, в токт на 3-е, а в токт на 3-е, а в токт на 3-е, такие, чтобы мы корректим колону вертебратно в случае с методами и с методами присутствия с методами легендарных. То есть мы влипаем на аном же части в спатель. В токт на 3-е, в токт на 3-е, в токт на 3-е, в токт на 4-е, и в процессе нормального процесса. Бандами могут быть использованы и на инфекционе нейрологическое, на дурифте спать. Они могут быть использованы и в травматизме или в обществе воспитания в сердце. Но у нас есть много деталей. Пациенты, которые имеют парализии, имеют проблемы в связи с движением, по партии афектов, в частности, кинетерапии, есть первая и самая важная метода для того, чтобы быть использована для тратаций афекционов. Бандыжирование кинезиологическое есть секундарь, комплиментарь, но это очень большая качество для тратаций афекционов. Есть несколько позов. В последней позе, например, есть болезнь болезн, который был в обществе, который был в обществе, и с ажиумом пациенте, однако, что сходя в обществе в обществе, это будет обществление. и это очень сложная методика. Так. Здесь есть методика более сложная, у техники более сложной. Например, одна из методических принципов для репутаев, или пациентов, после мастертомии, после операции, после санта, это панажирование кинезиологическое. После конвенера 2, в первую очередь, панажирование кинезиологическое предоставство, а эти заносы под факта, под факты, под факты, под факты, они садятся на панажирование в 추царство на причине 5 см. В первую очередь, в первую очередь, по данный дало, после операции для канчерлазончения. Таким образом, допустим, и существуют очень большие проблемы в мишкаре, в текущей пумырной. В результате есть терпение клиента терапии, технической клиента терапии. Но в зиму сегодня, практически, без пандажа для клиента биологи, в таком случае, не служит. В другом случае, мы говорим о том, что мы говорим, что мы говорим о том, что это был один из-за того, что есть большая дureя, и есть интиндеры, или фруктуры лигогевые, и есть и у инфлама, есть один из-за этого. Этот из-за этого может быть сходя с пензелем кинезиологичным. И, в последнее, появляется дурой мусульман, не у футболиста, который, как и так далее, я думаю, что это и генов. Это манат. И это манат. Это манат. Это манат. В 3-4 месяц. Если вы делаете с манатом, или, не знаю, с тратацией, это примерно 2-3 месяца. Это используется на работах спортивных. Это манат. Это манат. Это манат. Манат. Это манат. Очень качественная работа. Не существует. Манат. 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 Бензея, они используются профилактики. Потому что она знает, к тому же и к 41 км. И к к 30 км. То есть дурея. В лесу, в ветерах 12 км, это секретарь 2 п Еще манат. На то-ти,illa манат в кеново контроли, в реку, на антарь 2 паха. На друге, на один в км 10 км. На друге, на друге, на друге, на друге, и на друге. И поэтому, это очень важно, что делать то, для этого, какие-то, И это не так. И, конечно, с помощью бензилов, не появляется в голову. И скачаем рискный травматизированный артикуляцией, в случае этой артикуляции генурины. На втором позе, в таком случае, есть бандыжение по дунисуару, который умерет в семимаратон, и умерет в рефлексии. На втором позе видим, у утром muscular, у утром спортива, как он бандыжается. Обычно у утром muscularа и с аппарат гипсар. И он должен работать в бастае. Чаи на днис, например. Но в случае этого появления, рискуляя по дунисуару не существует. И что это не может быть дунисуару, фаре с решетом дурея, а именно, в таком случае, что это не может быть дунисуаром. Апопроа, это и посетяние, который может быть более много в качестве обслуживания, в течение 24 до 25 Септембре, если я в школе специалисты, в обществе. Потому что у нас есть курс для пандажария киневиологичная в Кишина. На Кишина у него в лечебный номер. Предам курсов для этого. Однажды, когда мы сейчас учим. Этот курс у вас есть предат до специалистов в доме. Кинево-терапевти, медици, асистент, мастер. И здесь есть у нас, который показывает информации, данные в контакте, Центральный декурия киневиологичная. Аш вреа, аш путеа, дакъя чинево аре о дуринтэ, дэнчеркай, асисты пьет. Например, что-то очень важное, дакъя информация Stone, адына церковь и дуринтэ, 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 генунь, оскорь, Что с оборота? И оборота? И намет. Блудно, Продолжение следует... 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 И апплиппем база. Да? Аккум амплиппем в центре. Амплиппем в центре. Амплиппем в центре. Деик CON О MORE. Чае..Щи кама асо به бандайзарта. Итеба предлага.... Аккум.. И chopsпааса. Ит Otto формеанaut 24 до 26 до 23 до 29. И, обычно, когда человек начинает с удовольствием с удовольствием, а теперь, когда он начинает с удовольствием, в первую минуту, он практикует, в первую минуту. В первую минуту. Потому что в мущество будет импульсироваться корректно. Идея очень простая, очень простая. Я могу сказать, что, конечно, очень много людей, которые участвуют в этой ситуации, о интерпредhãзе как один мукуп, а в руках в церновой порт или по корпорту, по-теконе. По-теконе. Дор когда вы получите любим картеры, и только для того чтобы специалист. То есть ли это просто? Биантрешь, они такие же, они могут быть делать свои, по-теконе, 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 и так как в порядке, ты можешь уметь в работе, потому что ты будешь пат cáпу по крайней, и альтерна. Банда седает за мишкей, что Dolcey Торида выразит эти фамилии, после этого, кофе Афанда, это место для того, что он находится. Сукушу. 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 Один момент уже очень важным. После того, как говорится, мы все путем И все изменяем то, что мы же получаем, то иначе bigger мы сможем. Но мы можем использовать ту банку, которые мы делаем, Но есть разные из-под программы употребления. Разные мы можем использовать это. Мы на этот момент можем использовать банку, по-другому, чтобы цена баллы. К этому можно использовать очень простую. Рассказывает, как спать, как и стремится, потому что это уже, в том числе, специалисты. Спасибо. Вы хотите сказать, что это? Для ума нет проблем. Но вы понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете. Вы понимаете, что вы понимаете? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Iarăși... Deci acest lucru se învață. În cazul de o zonă să plecăm în bandă pe un element care se numește pe rezultatele de doi de ani, în limba noastră. Da? Și o să mergă pe marginile de mușchile. Da? Iarăși... Aceiași urâtă anatomie. Pentru ca să aplicăm bandă. Deci bandă nu se aplică cu umărul în poziția el. Deci, ca să aplicăm partea de spate, este nevoie să poziționăm membru. Că să îmi zicim, partea de spate, sau poate pusterea o ramușuri. Și aplicăm bandă. Deci, ca să îmi zicim. Deci.